Легитимность власти основывается на воле изъявления народа, которая в свою очередь выражается на свободных и демократических выборах. 11 октября 2015 года всем гражданам Беларуси предоставится возможность сделать свой правильный и единственный выбор. Здравствуйте! Сегодня четверг и традиционно в это время вечерний эфир телеканала «Беларусь-2» продолжает программа «Точка зрения». Как же проходит кампания по выборам президента Республики Беларусь в нашем регионе? Были ли зарегистрированы какие-то нарушения на различных этапах проведения избирательной кампании? Ожидается ли что-то новое на участковых, на избирательных участках в этом году? Ну и как проходит досрочное голосование? Вот об этом и о многом другом мы будем говорить с гостем нашей сегодняшней программы. В студии прямого эфира председателя областной избирательной комиссии по выборам президента Республики Беларусь Александр Михайлович Коляда. Александр Михайлович, добрый вечер! Добрый вечер! Уважаемые телезрители, мы по традиции приглашаем принять участие вас в нашей сегодняшней программе. Но, наверное, в целом можно сказать, что мы будем говорить обо всем, что касается выборов, да, только в рамках нашей области, наверное, в большей, в первую очередь. Поэтому не упустите возможность, если у вас есть какие-то вопросы, более компетентного человека в области, думаю, чем Александр Михайлович. Трудно найти по вопросам избирательной компании. В целом, пожалуйста, звоните 21 55 65. Я думаю, что вы получите все интересующие ответы на интересующие вас вопросы. Ждем ваших звонков и работаем в прямом эфире. Александр Михайлович, ну, с момента назначения выборов, да, уже много об этом сказано на всех каналах. И наши коллеги из информационной службы новостей периодически освещали. Тем не менее, в нашей сегодняшней программе хотелось бы, может быть, восстановить хронологию всех событий, да, как различные этапы проведения избирательной кампании. Конечно же, интересно узнать, с чего все началось, с чего стартует этот процесс выборов президента. И в нашей области, конечно же, в первую очередь, с чего все началось. Начинается все стандартно, как и предусмотрено избирательным кодексом, с формирования комиссии. Поэтому, в первую очередь, сформируется территориальная комиссия, в частности, была сформирована Брестская областная, городские, районные территориальные комиссии. И, соответственно, комиссии приступили к работе, уже сразу после образования. И, как говорится, дальше пошли следующие этапы, там, сбор подписей, образование участков для голосования, участковых комиссий. Поэтому здесь все прописано в избирательном кодексе и, соответственно, календарным планом предусмотрено, который утвердила Центральная избирательная комиссия. Ну, кстати, календарный план достаточно жесткий для всех непосредственных участников, организаторов выборов. Ну, а для нас, избирателей, наверное, ключевой датой можно считать 23 июля. Как вы уже сказали, это стартовал процесс сбора подписей. Вот интересно, как он проходил в нашем регионе. Все-таки это такой момент, наверное, когда и происходят какие-то, и выявляются, может быть, в большей части нарушения. Были ли они зарегистрированы? Как вообще этот процесс? Спокойно проходил? Ну, проходил достаточно спокойно, интересно. Я хочу сразу же отметить, что он был гораздо менее конфликтным по сравнению с другими избирательными компаниями последних лет. Это связано, прежде всего, с тем, что все организаторы выборов, включая и органы власти, и территориальные комиссии, в общем-то, были настроены максимально конструктивно и доброжелательно. И было минимум запретов. Потому что, скажем, подписи можно собирать различными способами. Это и путем по квартирного обхода, путем пикетов и так далее. По крайней мере, запретительных мер было минимум. И, например, пикеты разрешались практически повсеместно, кроме небольшого количества места, где было запрещено собирать подписи. И просто, соответственно, у сборщиков подписи не было поводов для каких-то огорчений и конфликтов. И поэтому сбор подписей проходил достаточно спокойно, нормально. Ну, конечно, потом, когда уже завершился сбор подписи, и территориальные комиссии приступили к проверке достоверности этих подписей, конечно, всегда во всех выборных кампаниях, надо отметить, что находятся нарушения. Как правильно, они определяются не тем, что там кто-то специально что-то делает, а сбор подписей осуществляют добровольцы, скажем так. То есть это же не профессионалы. И поэтому какие-то там ошибки различные бывают при сборе подписей. Но на этой избирательной кампании территориальной комиссии, по крайней мере, в городе Бресте, по одному из претендентов, были выявлены именно факты фальсификации подписей. Причем, я бы даже сказал так, что часть подписных листов, было очевидно, что подписи фальсифицированы. Потому что даже, скажем, когда берешь подписной лист, и сразу бросалось в глаза, что идут фамилии и имена отчества, а паспортные данные указывались сериями города Минска. Алексей Михайлович, продолжим разговор об этом. Интересно, чем же это все закончилось. Звонок от телезрителей. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу узнать, сколько раз президент может выдвигать свою кандидатуру? Ясно. Ясно. Спасибо. В каждой стране это регулируется своим законодательством. В нашей стране наша конституция не устанавливает каких-либо ограничений по срокам выдвижения кандидатом в президенты. Поэтому здесь неограниченное количество раз может одно лицо выдвигаться кандидатом в президенты. Продолжаем. Александр Михайлович, ну вот смотрите, огромное же количество, да, бюллетеней, как это все проверено? Подписных листов. Да, подписных листов много ли? Ну, здесь алгоритм проверки, он определен Центральной комиссией и избирательным кодексом. То есть отбирается, скажем так, в случайном порядке 20% представленных подписей в подписных листах. И, соответственно, проводится проверка. Изначально как визуальный осмотр, а потом при необходимости привлекаются и службы, скажем. Делаются запросы в паспортно-визовую службу, в ЖЭС и так далее. И вот конкретно по данному претенденту, о котором я говорил, о котором было выявлено большое количество недостоверных подписей, то путем встречных проверок в органах внутренних дел, в ЖЭСах, было установлено, что там внесены фиктивные люди, то есть несуществующие люди, или которые по данным адресам не проживают. То есть совершенно... И поскольку количество недостоверных подписей превысило по двум проверкам 15%, то все подписи этому претенденту по Брестской области были признаны недостоверными. И похожая картина была и по нем, и по некоторым другим областям, поэтому он в результате не был зарегистрирован. Ну а ответственность, наверное, не предусмотрена для сборщиков Коляника Б. Ну здесь специальной какой-то ответственности не предусмотрена, поэтому ответственность больше политическая. Получилось, что они подвели того претендента, который хотел стать кандидатом в президенты. Собрали подписи, выдвинули кандидатов, началась предвыборная агитация. На сегодняшний день, на какой стадии выборы? Продолжается, да, я понимаю? Да, продолжается предвыборная агитация. То есть сами кандидаты в президенты, их доверенные лица проводят встречи с избирателями в самых различных формах. И этот процесс может продолжаться вплоть до субботы, включая субботу. У нас так называемого дня тишины нет. У нас запрещена агитация только в день голосования. То есть непосредственно 11 октября нельзя проводить никаких агитационных мероприятий. Ну и, соответственно, уже параллельно у нас началось досрочное голосование. Поэтому, можно сказать так, две процедуры идут рядом. Ну, известно, что помимо непосредственно самих кандидатов в президенты, такую агитационную работу проводят их доверенные лица. В нашей области у действующего главы государства их четыре. Один из них это председатель областполкома Анатолий Лис. И вот об одной встрече с избирателями в трудовом коллективе СПК «Восходящая звезда» в Кобринском районе. Мы сейчас посмотрим сюжет. Была представлена программа кандидата на высший пост страны президента Беларуси Александра Лукашенко, которая базируется на задачах дальнейшего динамичного развития республики. Основные приоритеты – свобода и независимость, мир и порядок, труд и благосостояние, солидарность и справедливость. В программе говорится, что Беларусь и впредь будет развиваться как социальное государство. Другой путь – это путь назад, к тому, что у нас уже было в нашей стране. Это к смуте, к хаосу 90-х, к бандитскому капитализму, к дележке собственности, к ослаблению государства, к потере независимости. Это путь, конечно, связан с революциями. В ходе встречи также была затронута тема дальнейшего социально-экономического развития региона и, в частности, сельского хозяйства. Мы произвели в этом году и получили благодаря качественной, хорошей работе сельскохозяйственных предприятий, хороший урожай зерновых. Получили больше 1,4 миллиона тонн зерна. Мы работаем на уровне развитых европейских, мировых стран. И урожайность в целом получили 41,5 центра зерна на уровне прошлого года. Возможностью задать свои насущные вопросы воспользовались многие из тех, кто пришел на встречу. Жители обращаются больше всего со своими житейскими вопросами, которые их волнуют. Ну, это, наверное, и правильно. Это касается жилья, заработной платы, производства, то есть где-то коммунального хозяйства, отделения, вот вы слышали, земельных участков, другие вопросы. Ну, правильно, это то, что сегодня волнует непосредственно человек. Доверенные лица. Каким образом это происходит? Доверенных лиц определяет сам кандидат в президенты. Он определяет, у каждого из кандидатов в президенты может быть до 30 доверенных лиц. Их определяет сам кандидат в президенты. И он дает этот список в центральную избирательную комиссию, которая и выдает соответствующие документы удостоверения доверенного лица. Вы сказали о том, что по сбору подписей, в отличие от предыдущей кампании, достаточно все было спокойно. А вот в целом можно ли сравнивать ту избирательную кампанию и это? Какие-то принципиальные отличия можно намечить? Ну, сказать, что очень принципиальные отличия, то, в принципе, особых отличий нет. Хотя, конечно, вспоминая прошлую кампанию, я должен сказать, что предыдущая кампания велась в гораздо более жестких формах. У них претендентов, во-первых, было гораздо больше, там было 10 кандидатов, и они были более поляризованы, и, соответственно, в более жесткой форме велась предыборная борьба. Сейчас мне так представляется, что кандидаты более, скажем так, ведут себя в рамках действующего законодательства. По крайней мере, таких очевидных конфликтов, скандалов не возникает. Хотя, скажем прямо, скандалы повышают градус интереса к выбору. Да, привносят, да, какую-то краску. Есть еще один звонок от телезрителей у нас. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, мы вас слышим. Здравствуйте. У меня вопрос. Вот сейчас проходят выборы президента Республики Беларусь. А приглашения на выборы, где наш избирательный участок, у нас нет. Мы не знаем, потому что новый район, и куда прийти, чтобы оставить свой голос, мы не знаем. Как быть? А скажите, пожалуйста, какой ваш адрес? Кристофовича, дом 16. Это на Вульке в Бресте, да? Да, это новый район. Кристофовича, 16. Спасибо за звонок. Спасибо. Я обязательно завтра свяжусь с участковой комиссией, которая относится в ваш дом. Я думаю, что, конечно, может быть, где-то недоработка участковой комиссии, раз, тем более, новый дом где-то, может быть, и упустила участковая комиссия. Поэтому, я думаю, что постараемся хоть за оставшееся время исправить. Но я сразу хочу сказать, что участки для голосования и их границы, они были опубликованы у нас в нашей местной прессе, и в Вечернем Бресте, и в Брестском Вестнике. Есть на сайте область полкома и на сайте Брестского горясполкома границы участков. То есть вы можете сами посмотреть, к какому участку относится ваш дом. И когда вы придете с документом, с паспортом, где будет ваша регистрация, вам обязательно в любом случае дадут возможность проголосовать, внесут дополнительный список, и у вас будет возможность проголосовать. И включена возможность, что человек приходит, и он не включен. Поэтому здесь никаких сложностей не возникнет. Но, тем не менее, раз такой момент есть, то я завтра обязательно свяжусь с участковой комиссией, чтобы посмотреть, какая ситуация по этому дому. Может быть, часто бывает в новостройках, скажем, участковая комиссия, они ходят по квартирам, но там не всегда люди находятся на месте. Не все иногда еще заселились, то есть уже регистрация есть, а еще не заселились. Или там заселились, но нерегулярно живут, разные ситуации возникают. Поэтому иногда, может быть, дети-то упущения такие встречаются, к сожалению. Поэтому я заранее приношу вам извинения и приглашаю вас на выборы. Ну вот приятно осознавать, что звонят телезрители, то есть их все-таки интересует этот процесс. Кроме того, кто-то интересуется, внесен он в списки избирателей. Вообще, в целом, принципиальных отличий нет у избирательных компаний. А интерес избирателей, насколько он активен избирателям в нашей области, конечно, в первую очередь. Насколько охотно идут на контакт с теми по сборщику, со сборщиками подписи? Как этот процесс проходил? Но, тем не менее, я хочу сказать, что интерес к выборам в области присутствует. И здесь, я все-таки думаю, заслуга большая журналистов. Потому что я бы сказал, что в СМИ эта тема постоянно присутствует. И во всех разных, я бы сказал, взвешенное отношение наших средств массовой информации. То есть нет такого, чтобы, скажем, какого-то кандидата сильно выпячивали, даже действующего главу государства. Я не скажу, что там так сильно его в СМИ пиарят. Поэтому интерес подогревается. И даже, по крайней мере, когда доводилось беседовать с теми лицами, которые собирали подписи, то я не говорю, что интерес присутствует достаточно значительный. Да, конечно, разные ситуации возникали. Где-то, может быть, и привлечали доброжелательные, иногда встречались негативные реакции. Это нормально. Мы все разные, поэтому реакции разные. Здесь ничего я не вижу какого-то такого необычного. Ну вот у нас прошел сюжет о том, как доверенное лицо агитировало за того кандидата, который он поддерживает. Но в Бресте у нас проходила встреча, где я выступала непосредственно и сам кандидат, причем единственная из всех женщин. Вот, кстати, это одно из отличий и нынешней кампании. Впервые в новейшей истории Республики Беларусь у нас есть кандидат женщина. Это тоже оживление приносит в кампании. Вот давайте посмотрим сюжет. Согласно избирательному кодексу Беларуси, для агитации кандидаты в президенты могут пользоваться как гарантированным государством бесплатным минимумом, который входит в публикации программы в центральном СМИ, выступления в теле- и радиоэфирах, так и использованием личных избирательных фондов. Главная задача государства – обеспечить равные для всех права кандидатов, дать возможность донести до избирателей свои позиции, ну а избирателей сделать осмысленный выбор. На территории Брестской области активность пока проявляют доверенные лица только двух из четырех кандидатов – действующего главы государства и Татьяны Короткевич. В областном Дворце культуры профсоюзов прошла встреча с избирателями единственного кандидата в президенты – женщины. Сегодня будет 33-я встреча агитационная Татьяны Короткевич в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь. В плане посетить 50 городов и в них встретиться с людьми, рассказать о своей программе, рассказать о демократической альтернативе. Для меня, как молодого политика, я рада встретиться с каждым человеком, кто пришел добровольно на мою встречу. А таких людей достаточно много, и с каждым днем их становится больше. Тех, кто пришел на встречу, Татьяна Короткевич познакомила с основными положениями своей предвыборной программы, а также со своими соображениями насчет решения актуальных проблем общества. Складываются такие предприятия, которые перспективны. Поэтому мы считаем, что прежде чем принимать решения о закрытии и каких-то других решений, нужно создать команду, которая разработает индивидуальный план в развитии и выходе из кризиса этих предприятий. Мы считаем, что сегодня в стране достаточно специалистов, которые разбираются в этом, и это возможно. И только тогда, имея такой индивидуальный план в развитии, нужно принимать решение о том, датировать это предприятие, или приватизировать, или модернизировать, или еще что-то. Там вариантов всегда много, экономисты в этом разбираются лучше. Необходимым, Татьяна Короткевич считает, и создание инвестиционного кодекса. А в решении общеэкономических задач поможет анализ опыта стран-соседей, уверена кандидат в президенты. Своё мнение у Татьяны Короткевича и относительно развития в социальной сфере. Знаете, у меня сегодня многие катекуют, что я такая популистка, еще хуже, чем Лукашенко 20 лет назад, и много чего обещаю. Но мне хотелось бы, чтобы каждый из нас ощутил, что он действительно живет в социально ориентированном государстве. А это гарантированно в Конституции. Ответила кандидат в президенты и на вопросы из зала. Асен Михайлович, еще один этап избирательной кампании – это досрочное голосование. Оно уже началось. Для чего оно проводится? Как сейчас, на сегодняшний день идет? Активно ли идут избиратели в нашей области? Досрочное голосование – процедура, я скажу так, применяется в большинстве стран мира. И это очень, даже, скажем так, демократичная процедура. А ее предназначение для того, чтобы у избирателей было больше возможностей отдать свой голос. Потому что в день голосования, когда один день, то не всегда у всех получается по разным жизненным обстоятельствам конкретно в этот день оказаться у себя дома, в своем регионе и на своем участке. Поэтому у нас в нашей стране 5 дней дается для того, чтобы каждый человек имел дополнительную возможность реализовать свое избирательное право. Поэтому, прежде всего, этим предиктовано наличие такого института, как досрочное голосование. И вот уже два дня, сегодня третий день идет досрочное голосование. И скажу, что первые два дня показывают достаточно высокую активность. По крайней мере, за два дня по Брестской области приняло участие в голосовании уже 10,8% избирателей. Это достаточно хороший показатель, демонстрирующий активность избирателей. Поэтому, сколько примет участие в подосрочном голосовании, здесь прогнозировать сложно. Можно так ориентироваться на цифры предыдущих компаний. Поэтому обычно где-то так 25-30% у нас голосуют досрочно. И я хочу сказать, что вообще это, можно сказать, выражаясь современным языком, модный тренд. В большинстве стран, которые используют досрочное голосование, с каждой компанией все больше и больше людей голосуют досрочно. Потому что просто это удобно. Человек не заморачивается в конкретный день. Он пришел, сделал свой выбор, когда ему удобно, и занимается своими делами. А вот в целом прогнозы есть по нашей области? Какой-то район, там, ожидается большее количество голосов, какой-то меньшее? Здесь всегда легко прогнозируемо в том отношении, что... Сходя из численности. Даже не из численности, а стабильно сельская местность голосует более активно, чем городская. Ну, это, я скажу так, это вообще по миру такая практика. Сельское население какое-то может быть более ответственное. Может быть, там меньше вариантов проявить себя, развлечений меньше. А здесь, в городе, может быть, молодые люди находят себе другое развлечение и рассматривают выборную компанию как одно из возможных вариантов действий. Хотя, не должен сказать, что и в городах явка избирателей последней выборной кампании, последних где-то 5-7 лет показывает, что и в городах явка избирателей очень серьезная. А какой процент считается, что состоявшимися считают выборами? 50 плюс один голос. Но 50 процентов, конечно, эта планка такая, она очень небольшая, сугубо, чтобы выборы состоялись. Но, конечно, мы заинтересованы, чтобы пришло как можно большее число избирателей, чтобы глава государства, тем более это такие выборы очень серьезные, чтобы глава государства избирался максимальным числом граждан нашей страны. Еще один звонок от телезрителей. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос. У меня дочь приехала из другого города, рожает здесь, рожала уже, родила ребенка. Поздравляем. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а проголосовать ей возможно как-то? Она очень хочет голосовать. Это похвально ее желание. Спасибо. Это, конечно, но она, я так понимаю, зарегистрирована она в другом регионе, да? Рожала, она в другом городе нашей, Беларусь. Потому что, конечно, в определенных случаях... И она сейчас находится в родильном доме? Нет, она не в родильном доме, она дома у нас. Конечно, в родильном доме у нас специальные участки для голосования предусмотрены. Но когда дома, к сожалению, если граждане, которые находятся в день голосования в других местах, не по месту регистрации, в определенных случаях могут проголосовать, но им надо подтвердить факт своего проживания, постоянного здесь. Это может быть, например, договор найма жилого помещения. Или какие-то другие документы подтверждают, что у человека здесь есть жилое помещение, и он здесь проживает постоянно. И с ними нужно прийти на выбор? Да, и с этим документом надо приходить на участок для голосования. Если человек просто, скажем, приехал краткосрочно к родственникам и так далее, к сожалению, это не повод для того, чтобы здесь принять участие в голосовании конкретно по месту нахождения. Поэтому здесь, конечно, есть сложности. И здесь вариантов, по крайней мере, пока я не вижу. Если каких-то нет подтверждающих документов, что человек здесь находится постоянно, проживает. То есть если кто-то в командировке, у него уже... Сложно. Поэтому для этого и дается досрочное голосование. Конечно, наши граждане, особенно старшего поколения, они помнят с советских времен, что были открепительные талоны и так далее, поэтому обращаются иногда с такими вопросами. Уже нет, да? Но сегодня в нашей новейшей истории такой практики нет, открепительных талонов. И только именно для этих целей дается досрочное голосование. Но вот вы сказали про сельских жителей, что они достаточно активны. А вообще молодежь, молодые избиратели, кто впервые? Насколько им это интересно? Есть какие-то у вас уже прогнозы? Или на сегодняшний день вы видите, общаясь где-то с молодежью? Ну, скажем так, я и сам встречался, например, в университете с молодыми избирателями, которые впервые придут на участки для голосования. Ну, я скажу так, очень интересная публика. Спрашивают, что спрашивают они впервые, что их интересует. Ну, им интересно, им интересно это прочувствовать на себе. Кто-то, может быть, иногда с родителями приходил и, так сказать, вместе с отцом или с матерью опускал. Видел, да? И теперь вот сам ты принимаешь участие в голосовании, то есть от твоего голоса тоже что-то зависит. Поэтому такой интерес есть. У нас по области чуть больше 18 тысяч избирателей, которые впервые примут участие в голосовании. Поэтому, по крайней мере, общаясь с ним, я вижу, что интерес есть. Их же даже какой-то там небольшой презент ожидает. Кто впервые? Да, ну, презентом это не назовем. Ну, приятная такая открытка от председателя Центральной избирательной комиссии. Но я знаю, что на отдельных участках, у которых есть определенные возможности, может быть, шефствующей организации, то еще какой-то дополнительный сувенир, кто-то сможет дать, может быть, какой-то блокнот, ручка или что-то еще памятное. Но это будет, к сожалению, не на всех участках для голосования, только на отдельных. А все-таки вот немножко из теории избирательного права, да? Кто имеет право голосовать в Республике Беларусь? Ну, здесь у нас законодательство достаточно лояльное. Любой гражданин, достигший 18-летнего возраста, соответственно, приобретающий избирательное право, и за исключением тех граждан, которые по приговору суда находятся в местах лишения свободы, а также те, кто находятся в местах предварительного заключения. Хотя, конечно, последняя норма, я считаю, что она очень спорная, но она пока есть в законодательстве. Но я думаю, при первом изменении Конституции она оттуда выпадет, потому что это не совсем правильная норма, с моей точки зрения. Интересно, конечно, про организацию вообще процесса. Вот 11 октября и, кстати, уже сегодня. Ничем же не отличается, да, как сказать, процесс подготовки избирательных участков, да? Да, имею в виду наблюдения. Ничего принципиально не отличается. Прозрачный угол. Единственное, что в день голосования будет буфет. Ага. А наблюдатели? Кто у нас? Только ли местные или и международные тоже? Наблюдатели разные. Конечно, преобладают, естественно, национальные наблюдатели. Вот, по крайней мере, к моменту досрочного голосования у нас зарегистрировалось на участках для голосования и в территориальных комиссиях почти 3,5 тысячи избирателей. Наблюдателей, извините. Это при том, что у нас 939 участков для голосования, то по 3,5 человека на участках. А они тоже выбираются как наблюдатели? Это специальная процедура предусмотрена. То есть, политические партии, общественные объединения, граждане. Они сами направляют, то есть, принимают решение о направлении своих наблюдателей на участки для голосования. То есть, это сугубо дело самих общественных объединений, политических партий, граждан и так далее. Поэтому недостатка в национальных наблюдателях нет. Я думаю, что к дню голосования их количество еще существенно увеличится. Что касается международных наблюдателей, то они тоже есть, работают в области. Я должен сказать, что прямо на эфир я пришел со встречи с наблюдателями ОБСЕ. Они приехали сегодня. У нас уже работает в области группа на постоянной основе, но сегодня еще одна небольшая группа-миссия приехала. И вот мы с ними встречались. Конкретно мы сейчас с вами разговариваем. Они посещают участки для голосования в городе Бресте. Но они отвечают за что? Что вот их интересует? Что они... Они ни за что не отвечают. Хорошо. Какую миссию несут? Из самого названия. Они наблюдают за процессом голосования. Поэтому их очень интересует. И со мной, когда общались, их интересовало, как проходит избирательная кампания, какие проблемы возникают, какие конфликты. Очень интересовались, не нарушаются ли права национальных меньшинств. Например, они спрашивали. У нас такой проблемы нет. Но сейчас эта проблема в мире существует. Поэтому это так интересует наших западных партнеров. Но у нас, к счастью, такой проблемы нет. Но зато у нас в этом году особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями. И на избирательных участках будет сделано все, чтобы создать безбарьерную среду. Правильно? Конечно, тема она и раньше присутствовала. Но просто такое вот звучание, можно сказать, даже в общенациональном масштабе ей придано, что даже на заседании Центральной избирательной комиссии целое отдельное заседание было посвящено этой теме. И, соответственно, местным органам власти и избирательным комиссиям было настоятельно рекомендовано создать все необходимые условия для того, чтобы те наши избиратели с ограниченными физическими возможностями имели возможность доступа на участок для голосования. Потому что, конечно, есть такая возможность, как голосование на дому. И много граждан ею пользуются. Но часть избирателей, они, конечно, хотят посетить участок для голосования. Потому что это вот и выход в свет, скажем так. Поэтому, да, в области действовала специальная программа по созданию безбарьерной среды. К слову, она в области даже перевыполняется. Но к выборам она еще была активизирована. То есть и пандусы дополнительно устраивались, обустраивались. Пологие сходы, склоны, поручни. Контрастная разметка ступенек для лиц, чтобы слабовидящие могли видеть ступеньки. Там, где это необходимо, где большое количество лиц с ограниченными физическими возможностями договаривались так, что будет помощь волонтеров, чтобы им помочь подняться по лестнице. Особенно на те участки для голосования, которые расположены на вторых этажах. Таких не так много у нас в области, но есть расположены не только на первых этажах, а на вторых. То есть будет режим наибольшее благоприятствование. Ну а такая существенная новинка, это, конечно, для тех граждан, которые владеют техникой чтения по брайлю, то есть для слепых, будет возможность проголосовать непосредственно самим при помощи специальных трафаретов. Эти трафареты у нас доставлены на участки для голосования, потому что раньше незрячие они могли принимать участие в голосовании, но они пользовались с помощью посторонних лиц, то есть сопровождающих и так далее. А теперь он может сам, самолично вставив избирательный бюллетень в специальный трафарет, найти нужного претендента и поставить галочку, скажем так, лично, не прибегая к посторонней помощи. Это такая новинка нынешней избирательной кампании. А вот члены участковых избирательных комиссий, какова их обязанность, что они имеют право вообще делать и что они должны делать? Я бы сказал, что участковая комиссия – это главное в избирательном процессе, потому что они непосредственно организуют само голосование, они отвечают за тем, чтобы была возможность предоставлена проголосовать всем, кто это пожелает, и они ведут подсчет голосов, то есть это главные лица на участках для голосования. А вот что является гарантией того, исключить момент двойного голосования? Что является гарантом, что не будет? Прежде всего то, что перед каждой избирательной кампанией, вернее, в период участковая комиссия, они сверяют списки избирателей, то есть берутся списки избирателей, которые были на предыдущих выборных кампаниях, и путем поквартирного обхода, сверяясь с списками ЖЭСа и так далее, то есть в списки для голосования включаются те граждане, которые проживают на данном участке для голосования. Поэтому у нас нет такой возможности, что человек, скажем так, пришел и проголосовал, где ему вздумается, там, где конкретно он зарегистрирован. Ну и специальные отдельные случаи предусмотрены, когда можно проголосовать и в других местах. Но и к нам иногда обращаются, и сейчас такие просьбы есть, когда человек фактически проживает в другом месте, имеет жилье в другом месте, и там фактически проживает, но зарегистрирован по другому адресу. Да, ему предоставляется возможность проголосовать по месту фактического жительства, но обязательно по месту его регистрации мы сверяем участковой комиссии, чтобы он не получился второй раз в списке. Поэтому здесь много есть элементов дублирующих друг друга, чтобы исключить возможность двойного голосования. А за пределами Республики Беларусь граждане смогут же тоже сделать свой выбор? Да, такая возможность есть. В наших консульских и посольских учреждениях за рубежом, а также образованы участки для голосования. И те наши граждане, которые находятся за границей и стали на консульский учет за границей, они имеют возможность прийти в консульство или посольство нашей страны в соответствующей стране и принять участие в голосовании. Там тоже участки образованы. А вот досрочное голосование сейчас идет, оно заканчивается 10-го, да? Да, в субботу в 19.00 досрочное голосование. Все эти бюллетени, они будут храниться до итогов, да? Они не вскрываются заранее. То есть после окончания голосования эти ящики опечатываются, заклеиваются прорази, которые бросали из бюллетеней. Они тоже соответствующим образом фиксируются. И этот ящик для голосования находится на участке для голосования под охраной органов внутренних дел. И он вскрывается вместе с другими, с основным ящиками и ящиками, которые использовались для голосования на выезде. Но ведь 11-го числа не заканчивается, согласно, я так понимаю, избирательному законодательству, весь процесс избирательной кампании 2015 года, да? Ведь еще сколько-то дней, согласно закону, предусмотрено на... Ну, скажем так, 11-го, заканчивается сам процесс голосования. Голосование. Да, и ведется подсчет голосов. Хотя, конечно, у нас организована система передачи информации. И когда участковая комиссия проведет подсчет голосов, она по телефону информирует районную территориальную комиссию. Районная территориальная комиссия сбивает результаты по району или городу. И информирует областную комиссию по телефону также. А мы потом, соответственно, центральную. Поэтому предварительные итоги голосования нам будут известны уже ночью. Но это будут, скажем так, итоги... Но официально. Но официально. Потом участковые комиссии официальные протоколы привозят в территориальные комиссии. Территориальная комиссия их рассматривает и подводит итоги уже. И когда мы получаем официальные протоколы, также областная комиссия на своем заседании подводит итог и передает в центральную комиссию. Асен Михайлович, в заключении нашей программы хотелось бы, чтобы вы сказали несколько слов, обратились ко всем жителям Брещины. Накануне выборов. Я хочу обратиться к нашим уважаемым избирателям и сказать следующее. Мы находимся на своей земле. Другой земли у нас нет. Это наша страна, наша родина. И не будьте равнодушны. Ваш голос очень важен. Вы определяете будущее нашей страны. Поэтому приходите на участки для голосования и сделайте свой выбор. Любите свою страну. Спасибо большое за участие в нашей сегодняшней программе. И я хочу сказать большое спасибо всем нашим телезрителям, кто звонил сегодня в нашу студию, в нашей программе поучаствовал. И всего доброго. До следующей программы «Точка зрения». Следующий четверг. До свидания. До свидания. До свидания.